Деревня Алла Всего несколько человек. Остальные были расстреляны или сгорели в огне. Идея возвести на этом месте монументальный комплекс впервые была озвучена примерно пять лет назад. Среди инициаторов был и почетный гражданин Светлогорского района, писатель Изяслав Котлеров. Люди будут приходить сюда, удивляться и понимать, что фашизму никогда не будет прощения. И всякие нынешние попытки его обелить, облагородить, сделать менее преступным отпадут, когда люди придут в этот мемориал. Памятник погибшим в Светлогорском районе создали в рекордно короткие сроки. Два года назад специалисты «Гомель-граждан проекта» разработали первый проект. Потом в него вносились корректировки, зачастую довольно значительные. В результате остановились на шестом варианте. Сам комплекс построили примерно за четыре месяца. Эмоции возникают, потому что место непростое, место, в общем-то, ну, святое, можно сказать. Поэтому, конечно, равнодушным не оставляют. Сегодня участие в открытии мемориала принимает президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам главы государства, год 75-летия Великой Победы стал для нас годом обращения к памяти о трагической судьбе белорусского народа. Боль в наших сердцах до сих пор не утихает. Но горькая правда в том, что чем дальше мы от страшных событий Великой Отечественной войны, тем больше затягиваются душевные раны и усмиряются эмоции. И мы понимаем, что спустя годы каждому новому поколению будет сложней и сложней осознавать страдания и лишения, выпавшие на долю их предков. Говорит Александр Лукашенко. Будет трудно представить жестокость и легкость, которыми фашисты отнимали жизнь у стариков, женщин, младенцев. Поверить в искреннюю готовность людей умереть за родину. Но все это было молчаливые свидетели преступлений фашистов, наши Хатынь, Красный берег, Трестенец, Яма, Борки, Ола, Алла, братские могилы и каждый квадратный метр нашей земли. Они – хранители правды. Наш священный долг – сберечь ее и передать следующим поколениям. И пока мы будем приходить сами, приводить в эти памятные места своих сыновей и дочерей, Беларусь никогда не забудет, как умирали дети, прячась от огня в родительских объятиях, как горели беспомощные старики. Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Беларусь никогда не позволит переписать историю и придать память победителей, которые спасли мир от палачей. В январе 1944 года в Алле погибли 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей. Сегодня у них уже могли бы быть правнуки. Деревню Алла Красная Армия освободила чуть более чем через две недели после трагедии. Останки мирных жителей и погибших солдат, 2253 человек, похоронены в общей могиле. Вечная память мученикам, вечная память героям Великой Отечественной войны. Эти слова во время открытия мемориала произносит президент Беларуси. Мемориал, который стал по-настоящему народным. Инициатива по его созданию приобрела действительно государственный масштаб. Спасибо вам за этот памятник. Это памятник для всего белорусского народа. И не только для народа. Пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ. И как он живет. И чтобы никому не хотелось нами понукать. Когда они это увидят, они поймут. И вам спасибо. Спасибо вам. Это народный мемориал. Даже не только потому, что он возведен на народные средства. Не только потому, что он возведен с благословения народного президента. А потому, что люди сюда идут и идут. Вы придите сюда не в праздничный день, в обычный. Они приезжают на машинах, на мотоциклах, чувствуют свою причастность к этому мемориалу. Он стал действительно народным. Во время Великой Отечественной оккупанта уничтожили более пяти тысяч белорусских деревень. 186 из них так и не возродились. Открытый сегодня мемориальный комплекс Вале – крупнейший в нашей стране памятник погибшим деревням. Но, вероятнее всего, не последний. Беларусь намерена и дальше сохранять подлинную историю. Во имя будущего. Ради того, чтобы каждое новое поколение понимало истинный смысл свободы и независимости, ценило жизнь и берегло мир. Сегодня же президент Беларуси принял участие в торжественном открытии движения электропоездов на участке Светлогорск-Жлобин-Минск. Проект реализован в рамках государственной программы развития транспортного комплекса страны. Электрификация железнодорожных линий является одним из приоритетных направлений развития этого вида транспорта. Реализация программы позволяет снизить себестоимость перевозок и таким образом повысить транзитную привлекательность участков международных транспортных коридоров, проходящих по территории Беларуси. В настоящее время показатель электрифицированности отечественной железной дороги – 22,5%. Общая протяженность – 1228 километров. Сюда входят и 36 километров открытого сегодня участка Светлогорск-Жлобин. Это совершенно новое качество услуги. Во-первых, это современный подвижной состав. Здесь есть все системы жизненные обеспечения. Это и климат установки. Здесь есть возможность человеку подключиться к интернету по технологии Wi-Fi. То есть провести время достаточно, так как сегодня это любят делать особенно молодое поколение. Ну и, естественно, совершенно иная форма обслуживания в поезде. Теперь добраться до Минска можно на час быстрее. Состав может перевозить более 300 пассажиров. Есть все условия для перевозки людей с ограниченными возможностями. Рейсовые поезда будут делать остановки на станциях Жлобин, Бобруйск, Осиповичи-1 и Пуховичи. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район.